МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы и обещали, мы всегда выполняем наши обещанки. У нас в студии появилась чаревная гостья. Ульяна Головей, танцюристка, розумница, просто хорошая девушка, которая пришла к нам с массой... Комсомолька, Ульяна, скажи честно. Комсомолька. Я куплю новин, которые произошли в ее танцювальном обществе. Отже, мы не смогли пропустить все то, с чем пришла до нас сегодня Уля. Отже, доброго ранку. Доброго ранку, привет. Уля, я знаю, что последнего времени ты принимала участь в многих фестивалях, за кордоном и достигла там немало результатов. Да, это правда. В сентябре было мероприятие в Санкт-Петербурге. Туда ездила, там выиграла. И там же меня приняли в американскую команду. В какую команду? Она звучит как «House of La Beige». Это как своеобразная семья людей, которые увлекаются стилем VOG. И вот это объединение называется именно VOG, это «House of», и тут уже подставляет каждый свое. Вот, и в октябре, в конце октября ездила в Москву, там было два мероприятия, один балл танцевальный, там тоже выиграла одну номинацию, во второй, второе место. Какую номинацию? Выиграла в «Runway», это «Искусство красиво ходить», второе место «Women's Performance», и потом на следующий день был там еще один фестиваль, но там повезло мне меньше, там дошла до одной четвертой. А как назывался фестиваль, в каких ты принимала участие? «Norz Viennis Ball» 2012, это в Питере, «Moskowa Ball» это в Москве, и «Timka» 2012, это тоже в Москве. Но ты зараз потрапила до американской команды. Как зараз будет ваша работа? Я не знаю, спирально будет. Ну, если учитывать то, что в Украине VOG развивается очень медленно, можно сказать, не развивается, потому что нас представителей очень мало. И ребята, которые меня там пригласили, Томи Лобейджа, он направляет, что нужно делать, как нужно правильно развиваться, отвечать на все вопросы. То есть он как бы является моим путеводителем в этой культуре. Плюс ко всему, если есть какие-то мастер-классы, в тех же там, опять-таки, в основном Питер, Москва, ездим, и там еще дают уже знания, которые можно использовать на практике. Но в основном они вот в интернете общаются и готовы полностью направляют даже там в режиме скайпе. Хорошо. Если развивание идет повильно, тогда очень коротко. Что такое VOG, взагалі? Потому что мы так говорим про это, так впевнено. Что это такое? VOG – это один из древнейших стилей. Он еще родился даже раньше, чем тот же хип-хоп. Он родился... Вернее, его основатели были мужчины нетрадиционной ориентации. Тогда они только танцевали. Сейчас могут танцевать абсолютно любые люди, независимо от ориентации. Все заключено на позировках, на походках, на четких линиях, на красивой презентации себя. Один из основных моментов – это образ. То есть нельзя просто вот как в хип-хопе одел штаны, одел футболку, все, ты уже готов. Нет, там нужно образу придерживаться. Тебе задали, там ты должен быть леди 30-х годов. Вот, пожалуйста, соответствуй. А можешь привести какой-то пример, например, из какого-нибудь популярного клипа, для того, чтобы люди, которые никогда не видели, они могли вспомнить клип и понять, про что и где говорится? Ну, это, безусловно, Мадонна Вог, и она обратилась вот тогда к ребятам, и вот с тех пор Вог начал как-то в массы вливаться. Там снимались звезды нереальнейшие для Вог-культуры. Вот, и вот на последнем, если я не ошибаюсь, в прошлом году она выступала со своими концертами, и у нее на подтанцовке были тоже очень известные ребята, представители этой культуры. А я знаю, что ты танцюешь у якомусь коллективе, там выкладаешь. Як называется коллектив? Коллектив «Флайнап» — это скорее команда и танцевальная школа. Там я являюсь руководителем школы, ну и как бы, я не знаю, лидером, если можно так сказать. Я знаю, что хлопцы, та девчатка из твоего коллектива, они куда-то ездили на фестиваль у Киев, если я не помиляюсь, и также достигли там больших результатов. Ну, они постоянно куда-то ездят, если мы не вместе, то поразнь. Вот на этих выходных они едут в Днепропетровск, на прошлом они были в Киеве, тоже там дошли до полуфиналов. Какой фестиваль был? Сам «Найсейшн» организовали наши друзья, вот, тоже ездили еще на Адреналин в сентябре, там наша девочка дошла до финалов, очень себя показала достойно, теперь ее везде приглашают судьей, и просто давать мастер-класс. Скажи, будь ласка, ось у нас сегодня тема такая крылатых высловьев, и ось Коте Махарадзе, такой ведомый комментатор футбольный. Ну, заспокуете, не я. Было такое, ну, потому что це дуже цікаво. И ось что он сказал? Удар был очень сильным, мяч попал в голову защитника, и если есть мозги, возможно, будет сотрясение. Так ось до чего я це? Было бы, чему ты быстро с мозгом ковнилая. Не, скажи, будь ласка, а ось, чи є такие выслови? Ну, это, якщо брати комментатора, так, то це футбольные, можно сказать, и ведомые выслови. То есть, напевно, и в танцювальной сфере тоже такое ведомое что-то? Ну, в голову приходит, наверное, из тех цитат, которые меня лично вдохновляют. Это цитата великого Джеймса Брауна, который сказал, любую проблему можно решить танцую. Действительно, он прав. А ничего такого в другого в голову не лезет, потому что, действительно, этих выражений настолько много, что запоминать их не имеет никакого смысла. Из какого-то кинофильма пригадает свою найулюбленную фразочку, а, может, две або три? Что ты мне не сказала, я подгадываю. Ну, так что, первая, знаешь, как психологический тест, первая, что приходить на думку. У меня, скорее, приходят шутки из КВН, но для меня есть никакого отношения. Первая судьба, Диамантова рука. Из иронии судьбы замечательная фраза, где мой пержачок висит. Мне кажется, это тоже танцюристам подходить. Ой, до речи, еще до танцев. Боковой орбит принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом. Скорее мог, если. Кожа на своей теме. Ну, еще какую-то фразочку, будем уже завершивать, потому что 18 минут уже скоро закончится наш эфир. Я понимаю, что у меня еще две минуты, но я так быстро соображать не умею. Утре, не могу проснуться. Ну, доброе, тогда такое вопрос уже на остаток. Твой коллектив, может, Харкевьян где-то в ближайшее время побачить в Харкуле? Я думаю, они могут прийти к нам в гости. У нас в скором времени будет проходить Новый год под названием «Странный Новый год». У вас такой же Новый год будет? Да, мы тоже решили отпраздновать, не обращать внимания на конец света. 29 числа. И в следующий месяц даже организовываем фестиваль. У нас все по-домашнему. Заходите в гости. Дякому. У нас была сегодня у студии танцеристка Ульяна Головей, которая занимает первые места на всех фестивалях, до которых приезжает. Дякому тебе, Уля, за то, что ты до нас сегодня заветала. Что же, наши телеглядачи? Сегодня у нас 13 грудня и наш эфирный час с вами уже подходят до конца. Как бы, на жалко, мне и Гаги было бы вам казать до побачения. Проте, когда-нибудь вам это доводится. Ну и скажем... Само сейчас та хвилина, когда нужно это делать. Отже, будьте счастливы, на все добре, радуйте, потому что уже выпало неймовірно много снега. Так, ну и если уже доводится сказать, то скажем это и с посмешкой, потому что завтра також на вашу случай Коэр Аннук Онлайн о 7.30. На все добре.